Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава Откровения Иоанна Богослова, перевод Международного библейского общества, я читаю для библейского портала экзегет. В пятой главе у нас появился свиток в руке сидящего на троне, это, конечно, образ Бога. И этот свиток нужно открыть, чтобы посмотреть, что должно случиться, судьбы мира в нем записаны. И это может сделать только лев, который одновременно ягненок, закланный ягненок, принесенный в жертву, но он и лев-победитель, это, конечно, образ Христа. И именно потому, что он принес себя в жертву, именно потому, что он победил смерть, потому, что он искупил людей, он может это сделать, он может не просто прочитать, он может изменить их судьбу. Вот представление древних о том, что у каждого человека есть своя судьба, она записана в какой-то книге, да, или она там где-то каким-то образом зафиксирована. Нам и открыть-то ее не удается, кроме редчайших случаев, какие-нибудь пророки, провидцы, язычников или ветхозаветных израильтян они были. Вот они могут об этом нам сказать, а мы-то сами никто и ничто. И вот ягненок открывает нам эти истины и еще раз даже может их изменить. Я видел, как ягненок открыл первую из семи печати, затем услышал, как одно из четырех живых существ, а вокруг трона там еще живые существа, сказала громоподобным голосом, подойди. Я посмотрел и увидел белого коня, на нем сидел вооруженный луком всадник, которому был дан венец, он выехал как победитель, чтобы победить. Здорово, красиво. Когда ягненок снял вторую печать, я услышал, как второе живое существо, сказала подойди, и вышел другой конь, огненно-красный. На нем сидел вооруженный длинным мечом всадник, которому была дана власть лишить землю мира, чтобы люди на ней убивали друг друга. Тоже красиво, но уже как-то страшно становится. Когда ягненок снял третью печать, я услышал, как третье живое существо, сказала подойди. Я увидел вороного коня, сидящий на нем всадник, держал в руке весы. Я услышал со всех сторон, со стороны четырех живых существ, что-то звучащее, как голос, говорящий. Тоже интересный образ. Что-то звучащее, как голос, да, вот не совсем голос, не совсем конь, не совсем всадник, не совсем ягненок, да, вот это все образы и подобия. Как голос, говорящий, одно миро пшеницы за динарии, три мира и чменя за динарии, но не повреди масло и вина. Это дорого, да, то есть это дороговизна, когда голод начинается. Динария — это плата паденщику за день работы. Когда ягненок снял четвертую печать, я услышал голос четвертого существа, оно сказало подойди. Я увидел бледно-зеленого коня, его всадника звали смерть, а за ним следовал ад, уже некрасиво. Видите, как вот от этой красоты и великолепия эти всадники переходят к полному ужасу. Итак, смерть за ним следовал ад, им была дана власть на четвертой части земли, чтобы губить людей мечом, голодом, эпидемиями и дикими зверями. Да. Что-то мне не нравится такая судьба. Еще книга-то не раскрыта, еще только печати снимаются, а оказывается, что грядет нечто очень страшное. Слово «апокалипсис» по-гречески, означающее «откровение», стало в нашем языке обозначением какого-то страшного развития событий. Вот ровно поэтому. И что же дальше-то? Вот хочется как-то этого избежать всего. Когда ягненок снял пятую печать, уже прям готовимся, да, я увидел у подножия жертвенника души тех, кто был убит за Слово Божие, за свое свидетельство. Это уже не вообще все, это христиане конкретно погибшие в этих страшных обстоятельствах. А это ведь эпоха начинающихся гонений, им еще долго продолжаться, еще пара веков будут гонения. Они громко закричали, до каких пор, святая истинная владыка, ты не будешь судить и мстить живущим на земле за нашу кровь? Нас убивают, нас безвинно губят. Господи, ты обещал, и ты не вступаешься за нас. Сколько можно это терпеть? Вот тоже мне это как-то странно. Вот увидел бы он, как вышли все эти всадники, порубили в капусту всех, кто против Бога, установили бы справедливость. Мы много это читаем у пророков, да, вот придет Бог, он всех дурных накажет, хороших наградит. Это так естественно. А здесь что-то прям совсем не такое. Каждому из них, из этих жертв, было на белой одежде, им было сказано подождать еще некоторое время, пока число их сотрудников и братьев, которые будут убиты, как и они, не достигнет своей полноты. Что значит число не достигнет полноты? А вот как маршрутки, да, сейчас уже это редко бывает, по крайней мере в Москве, маршрутка пока не заполнится, не поедет, да. Вот все места должны быть заняты, потому что иначе зачем ездить пустым? Водителю. Вот оказывается здесь то же самое. Нужно, чтобы дополнилось это число. Так что же, убитые это хорошо? А ведь у нас было только что, у нас были вот предыдущие четвертые и пятые главы старцы, 24 каких-то старейшины с свинцами, которые заняли свои места. Вот 24 места, а потом еще там будут другие цифры. Неважно, вот есть какое-то число, которое должно заполниться. Это оказывается хорошо, хотя ничего хорошего в том, что убивают, нет. Вот как и ягненок, который с одной стороны зарезан, с другой стороны он лев. Он жертв, но он же и победитель. То есть вот в этой жертвенной смерти и заключается победа. Для ягненка и льва, то есть Христа, образа Христа, но и для людей, для христиан, которые гонимы тоже. Потом я увидел, как ягненок снял шестую печать. Тогда вдруг разразилось сильное землетрясение. Солнце стало черным, как рубящие из козьего волоса. А луна стала красной, как кровь. Небесные звезды упали на землю, как инжир. То есть смоковница осенью падает с деревьев от сильного порыва ветра. Небо свернулось, как свиток, и все горы и острова были сдвинуты со своих мест. Цари земли, высокопоставленные чиновники, полководцы, богатые, властимущие, и все люди, рабы и свободные, попрятались в пещерах расщелинных гор. Упадите на нас, умоляли они горы, и сказал, и спрячьте нас от лица сидящего на троне и от гнева ягненка. Наступил великий день их гнева, и кто может устоять? Вот смотрите. Все плохо. Вот он апокалипсис в смысле повседневного нашего употребления. То есть все уничтожается. Все приходит в состояние хаоса, гибели, смерти, разрушения. Что в этом хорошего? Зачем все это нужно? Седьмая глава, может быть, отчасти, лишь отчасти ответит на этот вопрос. Наверное, полностью ответ на него никогда не найдется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok